Три команды, ой, три минуты на презентацию. Команда номер 16, 2G. Супер. В общем, да, мы работали на New Stories, и у нас не было нейронной сети, у нас не было достаточно данных, и у нас не было достаточно времени. Поэтому мы решили решить эту задачу, не используя ее, а используя такую штуку, которая называется схожий Джаккарда, ну, индекс Джаккарда, который показывает то, как один элемент похож на другой элемент из другой области. И, в общем, был файл, который сверху, ну, конечно, видно. Было у нас 10 user stories, которые мы перепарсили, и получилось 800 с чем-то предложений. Мы перепарсили еще дальше, получилось, ну, как поделили на списки из, на самом деле, entity, options и actions. То есть получились вот эти списки, и то, куда мы использовали этот язык Джаккарда, чтобы потом уже сравнивать с этими, с этими конкретными опциями из-за лаги. В результате, ну, вот этот человек, мы все пропарсили, записали в списке структуры, работает следующим образом. Конечно, не очень хорошо видно, но сам документ, который мы получили, был хорошо структурирован, обычно звучало типа как «As a user, I can do this, so that I can get this». То есть всегда было, что я делаю, и что, в результате, я получаю. Три минутки. А, хорошо. И идея в том, что я могу написать «As a user, I can go to, let's say, profile», и у нас выдастся то, что я могу сделать по файлу. В данном случае, в самом верху написано, что вот в Джаккарде, это индекс 1, это значит, что найдено 100% схожесть, и предложение у нас было, не очень неожиданно видно, «As a user, I can go to explore, so that I can view future costs». Это то было, ну, как вы, кстати, наше предложение, которое мы искали, у него было индекс 1. Ну, если мы убираем, вот так оно вылетело, и вот следующее, «As a user, I can go to explore, so that I can view…» «Неожиданно». «So that I can view…» «Да, спасибо, so that I can view clouds». То есть первое предложение – это то, как мы ищем, второе – показывает то, как что мы можем заменить, максимально похоже на то, что мы ищем. Давай следующее. И вот тут у нас неполное предложение. «As a user, I can go to profile, so that I can…» И у нас показывают все варианты того, что мы можем сделать профайлом. То есть, в принципе, так, у нас структура всегда сохраняется, не используется… У нас нужно огромное количество времени, чтобы тренировать сетку, не нужно нам огромный датасет. То есть, в принципе, так, мы можем просто предсказать, какие варианты действий. И плюс у нас сохраняется структура, что не было бы, если мы использовали нейтронные сети, на вопросы нам выдавало рандомное непонятно что. Ну, используя наш метод, получается, что у нас и структура сохраняется, и, в принципе, очень даже элементные данные. Спасибо. И вот на этом все. Спасибо. Вопросы. Прикольно. Ну, хороший кейс, когда мало данных, можно что-то сделать, и будет работать. Оно, конечно, не покрывает то множество кейсов, где нужно именно генерировать данные, потому что здесь вы просто используете те, которые уже повторялись. Но, в принципе, его дает рекомендации. Надо нанять кучу project manager, которые написали бы идеальные кейсы, и тогда, пожалуйста, можно... То есть, по сути, там можно написать просто начало, и оно вам будет давать, по сути, ну, тогда будет, как бы, огромный шаблон всех возможных вариантов. Вы пишите, «As a user, I can go to profile», и тогда посмотреть, что вам предстоит... Ну, что, все варианты от тиндера до... Да, просто они покрываются кейсами, например, ну, там, «As a special user, I can add» что-то вот такое, что никогда не использовалось. Ну, генеративный кейс. Но, да, в принципе, какое-то множество из кейсов покрывают. Круто. Как вы использовали схожесть? Вы просто делали какой-то back of words, чтобы слова... Просто было... Ну, поделили тоже вот этот user, и потом у нас была action, 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 а были options, там, ну, в зависимости от действия, там, какие-то фотографии, видео, и потом мы по словам сравнивали. Схожесть слова, это просто appearance слов в user story? Нет, это схожесть конкретного слова, которое в нашем притяжении, которое мы ищем, с положением тем, что во всех остальных. То есть мы по словам сравнивали. Ну, по его наявности? Да. Ага, окей. Хорошо. Круто. Спасибо. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо.